Приветствую вас. Ну, вы описываете ситуацию, при которой ваши отношения из духовных взаимоподдерживающих и принимающих превращаются в отношения, связанные с материальной историей. Когда вы перекладываете на своего мужа ответственность по вашему обеспечению. И, на мой взгляд, это ведет к очень серьезному неравенству, на мой взгляд, это ведет к зависимости, в том числе зависимости вашей и зависимости вашего ребенка, что и порождает тревожность. Вообще, тревожность это неизбежный спутник любой зависимости. Обратно заключается только в том, почему вы в эту зависимость вообще попали. То есть, почему вы не обеспечиваете себя сами, и почему вот, не знаю, как бы ребенку уже два года, вы, в принципе, можете из секрета уже выходить. Да? Вот. И, как бы, ну, не очень понятно, по какой вообще структуре системы ценностей вы выстраиваете свои с мужем отношения. Да? То есть, если, к примеру, у вас изначально семья базировалась на том, что муж обеспечивает вас, то, да, это абсолютно нормально. Ничего в этом дурного и плохого нет и быть, в принципе, не может. А вот, ну, просто потому, что если муж так хочет, если жена так хочет, почему бы и нет. Но, если муж не справляется, я не очень понимаю проявление любви, вашей любви к мужу в том, что вы его пинете и постоянно что-то требуете. Вы серьезно полагаете, что он от этого станет больше зарабатывать или что? Здесь вот эта позиция, она направлена не на мужа, да, она не направлена на мужа, она направлена на вас, она направлена на себя. И я не вижу ничего плохого в том, что вы действительно хотите чего-то для себя. Но я вижу деструктивность для вас в том, что вы хотите, требуете чего-то для себя через кого-то, через другого человека, через своего мужа. И в этом, мне кажется, ваша проблема, потому что, когда вы делаете что-то сами и когда вы получаете, соответственно, что-то сами, то это, ну, практически безусловно, да. То есть, я пришел, я сам сделал, я сам получил. А здесь получается, что другой человек должен для вас это сделать. Он может сделать, может не сделать, не может сделать плохо, может сделать хорошо. Смотрите, какая штука. И вас это, конечно же, впарит. Вас это, конечно же, беспокоит. Вам это, конечно же, не нравится, потому что это неопределенность, это зависимость, как я уже говорил. И если ваш муж не справляется с тем, что вы от него зависли, не требовать от него нужно ничего. Вот, то есть, по сути, то есть, как вот, грубо говоря, ну, опять же, здесь нужно анализировать вашу супруческую историю, но если в начале, вот, к примеру, в начале ваш муж идеально обеспечивал вас и ваша семью, к примеру, ну, то есть, вас и ребенка, да. Или обеспечивал просто вас до рождения ребенка. То есть, вы не работали, там, ничего, да, все было нормально. И все всех устраивало. То есть, муж не устраивало, что он обеспечивает вас, вас устраивало, что муж обеспечивает вас. Все довольны. Все здорово. Что происходит потом? Потом происходит ситуация, что муж не может обеспечивать вас. У вас есть два варианта. Первый вариант. Вы попросту продолжаете вести себя так, как будто ничего не изменилось. и тем самым повышать тревогу. Это то, что вы делаете сейчас. То есть, вы ведете себя так, как будто ситуация, она, ну, прежняя, да, она такая же. Она, вот, как, как была, она такая и есть, короче говоря. Вот. А с другой стороны, другой вариант, другой вариант, он заключается в том, чтобы адаптироваться, да, адаптироваться и, как бы, изменить свое поведение в соответствии с изменяющимися же обстоятельствами. Понимаете? Какая штука. И вы этого не сделали. И вот весь вопрос заключается в том, почему. Ну, если вы считаете, что муж должен обеспечивать вас и ребенка, окей, замечательно, замечательно. С вами никто не будет, не будет спорить на эту тему. Но в таком случае совершенно очевидно, что ваш-то муж этого сделать не может. Он не может вас обеспечить. Так и вам нужно, соответственно, с ним расходиться. Вам нужно, соответственно, с ним разводиться, расходиться, я не знаю, что-то еще. А вы продолжаете от него требовать того, чего он не может. И из-за того, что вы требуете от него того, чего он не может и не получаете этого, вы же сами испытываете тревожные чувства. Понимаете? Какая штука. Вот и все. Дальше. Вот вы говорите много других факторов для переживания. Я полагаю, что с этим вот надо поработать, потому что тревожность – это исключительно ваша ответственность. И переживание – это ваша ответственность также. Вот. И здесь, на мой взгляд, нужно именно вам разобраться с тем, что вас приводит и почему. Недавно я попросил его найти мне деньги на обувь. Ну вот, да, вот вы, взрослый человек, просто говорите – найди мне деньги на обувь. Ну, согласитесь, звучит тут несколько по-детски. Уж точно это не звучит по-взрослому. Не так много надо. Ведь это оценка. Оценка всегда субъективная. То есть то, что для вас немного, для него может быть много и наоборот. Этого не учитывать. Но он уперся в то, что он сейчас не может терпить. Я ему вопрос. На тебя что понадеяться нельзя? Это провокация и обвинение. Вопрос. Для чего вы это делаете? А он не надеется, почему я тебе должен все время обещать, что ты бросил в руку и не звонить в неделю, а должен звонить? Вот. А далее вы пишите, мы живем раздельно из-за его работы, туда, где он, где я не хочу, потому что это глухомань, а мне необходим социум. Ну, тут опять же, вот вопрос в том, насколько согласованы ваши выборы. Понимаете? То есть, коль вы живете с мужем раздельно, то будьте готовы к некой обстраненности и напряженности в отношениях, хотя бы потому что он вас не чувствует, а вы не чувствуете его. Вот. То есть, да. Опять же, есть ощущение, что вы не готовы нести ответственность за свой выбор и свои действия Яна. В общем, он вроде обиделся, да, он обиделся, но что мне делать, что делать, чтобы что? Звонить и унижаться, почему вы считаете, что звонок это будет унижением, если вы его обвинили? Во. Или это все-таки от него необходимо ждать хода? Нет, Яна. Давайте так, определите с тем, чего вы хотите. Вот именно вы чего хотите. Именно вам что нужно. Давайте определим с вашими желаниями, с вашими целями и с тем, как вы вообще относитесь к мужем. Потому что мужем не нравится, что вы воспринимаете его просто как денежный мешок. Вот. Ничего духовного в ваших отношениях нет. Нет. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Удачи! 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 Удачи!